Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александр Костенюк. И в этом видео мы подводим итоги женской серии Гран-при Фиде 2019-2020, которая, тем не менее, закончилась только в июне 2021 года. И в четвертом заключительном этапе этой серии приняли участие не все шахматистки, которые имели право, ввиду того, что до сих пор не так просто путешествовать, передвигаться и играть в шахматы. Но, тем не менее, результаты есть. Путевки в турнир претенденток 2022 разыграны, а мы подводим итоги. Гибралтари. Победу одержала Женсея Абдумалик с блестящим результатом 8,5 из 11. Она зафиксировала первое место за тур до конца. На втором месте Марию Музычук 7 очков из 11. Третье место разделили Екатерина Лагно и Юнай Мамедзаде по 6,5 из 11. Этот результат позволил Екатерине Лагно завоевать одну из путевок в турнир претенденток 2022. Она на третьем месте. На втором месте Хампи Канеру. 293 очка у нее. Она не играла в Гибралтаре, хотя имела на это право. Но из-за прекрасных результатов, показанных в предыдущих двух этапах, Хампи тоже получает эту заветную путевку. И эти две шахматистки, так же как и Александра Горячкина, могут приступать к подготовке к этому важному соревнованию, которое, напомню, определит претендентку, которая сыграет матч с действующей чемпионкой мира Цзуи Вин Цзу. Ну а в этом видео мы подведем итоги второй половины турнира Гибралтаре. И я покажу три партии, которые, на мой взгляд, оказали значительное влияние на определение мест в турнирной таблице. Ведь, будь они сыграны с другим результатом, мы бы сейчас подводили несколько иные итоги. Но история и спорт не терпят сослагательного наклонения. И мы смотрим эти партии. Первой встречей, которую мы обсудим, будет партия между Наной Дзагнидзе и Жансайой Абдумалик. Одна из ключевых партий второй половины турнира в Гибралтаре была сыграна в седьмом туре. Сразу же после выходного дня Наной Дзагнидзе белыми фигурами пыталась остановить лидера турнира Жансайой Абдумалик. Была разыграна так называемая лондонская система, и на доске возникла позиция с изолированной пешкой. Что делать с изолятором? Блокировать его или нет? В этой партии черные решили проигнорировать пешку на Д4. Хотя заслуживало внимания как конь Д5, так и слон Е4, слон Д5, перевод фигур на Д5. Но черные сыграли ферзь Д7, ладья ФД1, и здесь вновь конь Д5 не было сыграно. Хотя, наверное, этот ход в данной конкретной ситуации уже сложнее сделать, так как надо считаться с последствиями конь Е5. Был сделан ход ладья ФЦ8, и идея черных после конь ФЕ5 была отойти ферзю. Зная то, что произошло в партии, возможно, стоит черным здесь порекомендовать смелый ход ФД5, который во время партии сделать очень сложно, так как кажется, что последует слон Ф3. Но на самом деле на слон Ф3 ведет только к размену фигур и примерно равной позиции вот такого плана. Но не в этом была идея. Играющий черными женсаи, она пошла в ферзь Д8 и позволила белым съесть на Б7. Правда, здесь она сыграла конь Д4, и этот ход должен был стать решающей ошибкой. Что делать черным? Жертва пешки интересна, но здесь им следовало играть на инициативу, а не на немедленное отыгрывание материала, ходом слон Е4. Ставя слона на большую диагональ, создавая напряжение и подготавливая подступление коня на Д4 или Е5. После конь С6, ладья С6, возникала очень сложная позиция на доске, так как ферзь белых достаточно далеко, хочется сделать им ход ферзь Б3. А тогда после конь Д5, слон Д2, например, ладья АС8, возникает такая вот сложная напряженная позиция с лишней пешкой у белых, но с инициативой у черных. Если слон отступит на Ж3, это ослабит диагональ С1, А6, и черные это могут подчеркнуть ходом слон Ж5. Поэтому определенная компенсация у черных была, и это было сильнейшее продолжение за черных в этой позиции. Последовало же, как я сказала, конь Д4. Честно говоря, сложно сказать, на что рассчитывали черные, сыграя белый слон Ф1. Ход, который очень хочется сделать, увести слона из-под боя, оставить на доске эту связку, приготовиться к ходу слон Е3. Возможно, они также планировали сыграть слон Е4, ферзь А6, но здесь разница в том, что на слон С5, ход который сделали черные в партии, следует слон Е3. И конь Д5 хода при слоне на Ф1 уже нет, так как просто следует слон Д4, и никаких отступлений коня на Ф4 нет. На конь Б4 следует просто ферзь А3, и черные остаются без материала. Как продолжила бы партию Женсая большой вопрос, тут главным вариантом является ход ладья С5, но белые точной игрой могут получить большой перевес. Хотя увидеть издалека это очень непросто. Б4 надо играть белым, ладья Д5, конь Е3, вновь нападая на ладью, ладья Д6, и здесь очень сильный удар, конь бьет Ф7. Выясняется, что черные все-таки теряют материал. Хотя, даже дойдя до этой позиции, это не столь очевидно, потому что в распоряжении черных всегда есть какие-то контрудары, например, как слон Х2. Здесь за счет активности белых фигур, белые все-таки должны получить серьезный перевес, который приведет к победе. Один из ключевых моментов этой партии, если не сказать самый ключевой, потому что последовала король Ф1. Ну, король Ф1, ход королем, который держит слона, оказался не таким надежным, как ход слон Ф1. Слон Е4 последовала в партии, ферзь А6, слон С5, слон Е3, конь связан, белые пытаются эту связанную фигуру атаковать, и здесь замечательный ресурс, конь Д5. Жертву фигуры. Выясняется, что на слон Д4, ход который необходимо было сделать, но у черных есть много-много разных шахов и взятий вокруг короля, таких как ферзь Ж5 и слон Ж2. И решиться на взятие фигуры на Д4 во время практической партии очень непросто. Ведь откуда знать, что после слона Ж2, король Ж2, ферзь Ж5 у белых выигранная позиция? Надо очень-очень погрузиться в расчет вариантов, чтобы понять, что после слона Ж4, ферзь С1, белые внезапно переходят в атаку. Следует слон бьет Е6, прекрасная жертва на коне Ф4, ладья бьет Ф4. И три легкие фигуры белых вместе с ферзем оказываются гораздо сильнее, чем тяжелые фигуры черных. Такая наглядная позиция. Легкие фигуры белых доминируют над армией черных. И белые побеждают после ферзь Ж5, шах. Король Х3. Этот ход тоже желательно учесть. Хотя у белых есть и другое отступление. Короля на Ф3. Ведь на первую горизонталь королем отступать нельзя. Кроме того, после слон Д4, слон Д4, ладья Д4. Кроме хода слон Ж2, есть еще ход ферзь Ж5. Который тоже надо понять, что не является на самом деле таким страшным, как кажется. Ладья ДД1. И после ферзь Ж2 или слон Ж2 король уходит на Е1. В распоряжении черных есть еще несколько шахов. Которые, однако, ни к чему конкретному пока не приводят. Хотя вот эта позиция, которая сейчас на доске, очень-очень неясная. И оценить ее, учитывая, что дело происходит в практической партии, я бы, честно говоря, не решилась. Здесь можно черным как-то сыграть, типа, ладья Ц7. С идеей где-то подвести ладью. Король в центре. Да, фигура лишняя. Материальный перевес с точки зрения компьютера на доске. Но с точки зрения человека позиция абсолютно неясная. Поэтому на ход слон Д4 можно было решиться. Но оценить последствия головоломные этого продолжения я не в силах. Нана тоже не решилась сыграть слон Д4. Сделала другой ход слон Х5, который тоже достаточно сильный. Конь Е3, конь Е3. Ферзь Ж5. Но проблема в том, что эта позиция очень конкретна. И на 23 ходу белым необходимо было сделать чуть ли не единственный ход, который, возможно, позволил бы им бороться даже за перевес. Но, опять же, во время партии поднять такую идею, как мне кажется, архи сложно. Белым следовало пойти конь 3 Ж4. Идея в том, что на Х5 надо спокойно отдать слона за пешку. С тем, чтобы после ферзь Х5 сыграть Б4, отыгрывая фигуру на связке. Но, опять же, смотря визуально на позицию, поверить в то, что ферзь и две черные фигуры против короля и двух коней, которые так странно несколько стоят, не смогут создать что-то конкретного. Но вот в этот один ход, который у черных есть сейчас в запасе, очень сложно. Но и сама идея конь 3 Ж4, слон бьет Х5, Б4 очень неочевидная. Поэтому неудивительно, что белые здесь ошиблись. Вообще, ключ к спасению здесь всегда заключался в ходе Б4, который сразу же делать бессмысленно. Так как ферзь забирает на Е5 и с поля Е5 разрушается. Разрушается эта конструкция двух коней. С поля Е5 ферзь и на С5 защищает, и на Х2 угрожает съесть. Поэтому ход Б4 можно было подготовить вот такой вот еще жертвой, уведя коня с Е5, с тем, чтобы Б4 здесь сыграть. Но это еще сложнее, наверное, чем конь 3 Ж4 заметить. Нана же сделала интересный ход, красивый. Ладья бьет Д4, и все было бы замечательно, если бы не возможность черных забрать на Е5. И здесь белые допустили решающую ошибку. Если бы они сыграли ладья С, С4, еще можно было бы бороться в этой позиции. Позиция остается сложной. Варианты здесь очень-очень непростые. Пойди посчитай, что последует на ладья С6, например. Но в партии последовала ладья Е4, а после этого ферзь бьет Е4. Выясняется, что у белых нет качества, и позиция их проиграна. Слон Е6, возможно, они рассчитывали на этот ход с идеей сыграть слон Ф5. Но здесь ладья Ф8, точный холодный ход, защищающий от ладья Ф5 и нападающий на ферзь Е3. Одновременно ладья С5, ферзь Е3. И партия очень быстро закончилась. 28 ходов, победа черных. Но, как вы видите, все было очень-очень непросто и напряженно. И чаша весов могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. В итоге победила Абдумалик, а Нане вот этого очка как раз не хватило. Чтобы завоевать выход в турнир претенденток, она заняла в зачетной серии Гран-при четвертое место. Второй важной партией, которую я хочу осветить в этом обзоре, явилась встреча восьмого тура между Гюнай Мамедзаде и Екатериной Лагно. Екатерина разыграла острый архангельский вариант в испанской партии. И на доске достаточно быстро возникла следующая позиция. Ход черных. Как играть? Скорее всего, после анализа этой партии будет найден точный ход, который ведет черных к уравнению. Но в данной конкретной партии Екатерина не смогла найти это продолжение. Отмечу, что ход G5 здесь делать нельзя ввиду конь бьет G5. И эта связка оказывается очень сильной. Черным не удается от нее избавиться. А в партии сделано было следующее. Слон F3, конь бьет F3, ферзь D3. Очень логичное продолжение. Если бы белым необходимо было разменяться, то черные, можно сказать, решили свои дебютные проблемы. Но последовало слон F6, GF и очень красивый удар. Ферзь бьет F6. Важный ход. Вновь белые могли просто разменять ферзей. Например, ходом ладья D1, заставив черных побить на C3. Но ход ферзь бьет F6 практически выигрывает партию. Главная идея белых состоит в том, что после ферзь бьет B3 надо увидеть еще один сильный ход, а именно конь G5. Именно с конь G5 надо начать, потому что иначе черные успевают подвести ферзя к защите королевского фланга. Конь G5, подготавливая ход ладья A3, открывая третью горизонталь. А G, ферзь бьет G5, шаг. Король H7. Еще один важный шаг на H4, защищая поле G3, заманивая короля на линию G. И здесь уже ладья A3 выигрывает партию. Черным необходимо отдавать ферзя, так как у черных очень слабый король. Несмотря на то, что за ферзя у них ладья, конь и слон, у белых серьезный перевес. В партии же было сыграно C4. Отличный практический шанс. Конь E5, ферзь E4. Здесь стоит отметить, что на слон D4, видимо, получался очень неприятный эншпиль. Пешка A очень сильна у белых. В партии пошли черный ферзь E4 и белые допустили достаточно серьезную ошибку, которую не так просто увидеть. Они сыграли ладья F1, ослабляя пункт F2. Что ключевым образом сказывается в варианте конь D5. Здесь черные могли спасти эту партию, сыграв конь D5. И на ферзь D6 этот ход проигрывает. Слон F2 следует. И после ферзь D4 на король F1, конь E3, а в случае король G3, ферзь F4 мат. Вот разница в чем. Вот почему необходима ладья на линии F. Если бы белые здесь сыграли ладья Ae1, то идея с конь D5 не проходит, так как следует ферзь D6. И после слона F2, король F2, белые убегают через поле G3, так как поле F4 защищено. Черные, однако, прошли мимо этой спасительной возможности. Они сыграли ферзь H7, но тогда последовала ферзь E7, и вновь слабость черного короля подчеркивается белыми. В случае, например, Cb, ферзь B4, очень уж силен конь на E5 и очень слаб король черных. Черные сыграли F6, но здесь конь бьет C4. Еще одна красивая точность. Выясняется, что после Bc, слон C4, король H8, белые отыгрывают слона таким способом и получают эншпиль с большим перевесом. Партия у белых тоже практически самая получилась. Долго еще достаточно реализовывали белые, но на 43-м ходу все-таки удалось им довести партию до победы. Видим, что слаба пешка на А6 ко всему, но когда теряется пешка А6, очень сильно становится пешка на А5. А тут еще она подкреплена пешкой B. Проходные белые решили исход этой партии. Здесь черные сдались, и за счет этой победы Гюнай удалось в итоге занять третье место. Отличный результат, учитывая, что для Гюнай это первое выступление в серии Гран-при. И третья партия, которую мы посмотрим в этом обзоре, из заключительного 11 тура между Екатериной Лагно и Марией Музычук, тоже очень важной была в спортивном плане, как для Марии, которая боролась за второе место в этом турнире, так и для Екатерины, которой важно было не проиграть, чтобы завоевать заветную путевку в турнир претенденток. Екатерина отлично разыграла дебют, где-то не точно сыграли черные, избрали план с длинной рокировкой, и белые получили отличную позицию. На доске ключевая позиция партии. Екатерина, по ее признанию, здесь планировала играть D5 и считала варианты, достаточно сложные варианты, мы их посмотрим. Но в это время в Гибралтаре погас свет. Второй раз за этот турнир партии прервались. Здесь, видимо, концентрацию Екатерина потеряла, и в итоге, когда свет вернули, все-таки, все-таки решила D5 не играть. А зря, потому что ход D5, скорее всего, привел бы к тому, что белые бы выиграли эту партию. Каким образом? Выясняется, что на конь ЕD5 последует B4, и вертикаль С, и третья горизонталь, а также диагональ G1, А7, крыты, и черному ферзю, бедному, просто некуда отступить. Если он отступает на C7, то здесь его ждет ладья. Если он отступает на А3, то здесь его ждет ферзь. После слона А7 теряется ферзь, ну а больше отступлений у него нет. Поэтому на D5 конем брать нельзя. В случае ЕD следует то же самое. Следует ход B4, и вновь ферзю очень неуютно. На ферзь А3 следует конь D5 со слона А7, с знакомой нам идеей. После ферзь C7 вновь белые могут побить на D5, как конем, так и слоном, скрывая линию С. Что же смутило Екатерину? По ее признанию смутил ход ладья C8. Здесь белые могут пойти B4. И на ферзь бьет А3. Здесь самым точным, видимо, является конь Е4. Екатерина же считала вместо конь Е4 продолжение слона А7. Но здесь на короле А8 как раз позиция не такая ясная. Слона А6 считала Екатерина за доской. Но на самом деле здесь после конь ЕD5, несмотря на то, что линия А вскрылась, очень уж загораживают слоны черного короля. Повторюсь, что после ферзь бьет А3 и конь Е4 в позиция белых практически выиграна. Угрожает слон А7. На ферзь бьет B4, следует конь D6. И слон уже готов поймать ферзя с королем на другой диагонали. У белых серьезный перевес. Очень сильным был ход D5. Но белые предпочли более спокойное продолжение. Сыграли ладья Е1. Последовала ладья C8, слон D3. Конь ЕD5, слон D2. Конь C3, Bc, ферзь H5. Здесь у белых был выбор, менять или не менять ферзей. Но размен ферзей должен был вновь привести белых к достаточно серьезному перевесу. Здесь план белых должен заключаться в атаке по линии А. А также очень важным ходит C4. Ладья B1, исходя из этого, выглядит очень сильно. Создавая угрозу, слон бьет А6. А на король А7 следует ход C4. И выясняется, что после слона А3, C5 просто ловится слон на А3. В случае же конь F4, белый слон переходит на диагональ H1, B7. Создает неприятное давление. Ну и следующим ходом где-то белые могут сыграть C5. Затем сбоятся по линии B и продолжить давление на ферзевый фланг черный. В партии же белые решили сыграть слон Е2. Напасть на коня. Не совсем понятный ход, потому что конь пока на краю доски. На большую диагональ слон, в принципе, может попасть и через поле Е4. Но тут, видно, потеряна была нить игры Екатериной. Конь F4. Можно было отойти на F1, оставив слона на F1. И все-таки провести C4 на следующем ходу. Но последовал еще один слабый ход. Слон F3. Увели белые слона с диагонали F1, A6. И, в принципе, этот перевод на большую диагональ является идейным. Но все-таки уже после хода C4. А здесь у черных возникла возможность пойти ладья C4. Заблокировать пешки белых. И уже где-то начинает провисать пешка А3. Последовал ход А4. Ладья Hc8. Ладья B1. Конь D5. И здесь, на самом деле, удачно все закончилось для Екатерины. Сыграя она А5. Ладья C7. Скорее всего, долго ей пришлось бы делать ничью. Все-таки как-то зафиксированы оказались неудачно пешки белых на черных полях. Она же сыграла слон Е2, полагая, что партия должна закончиться после конь бьет C3. Слон C3. Ладья C3. Слон бьет А6. И забежим вперед. Партия так и закончилась. Здесь шахматистки согласились на ничью. На самом деле, позиция равная. Но у Марии была возможность продолжить партию. Сильный ход ладья бьет А4 мог очень огорчить Екатерину. Идея в том, что C4, на ход, который белые планировали сделать на ладья бьет А4, следует ладья C4. Жертва качества. И выясняется, что конь, сильный конь, подкрепленный в центре, вместе со связанными проходными на ферзевом фланге. А также с тем фактом, что слаба изолированная пешка на D4, все это делает компенсацию черных очень-очень серьезной. И белым придется пережить очень много неприятных минут в этой партии. А, скорее всего, даже проиграть эту встречу. Но, повторюсь, все завершилось хорошо. И для Марии, и для Екатерины. Екатерина завоевала заветную путевку в турнир претендента. К Марии взяла второе место. Еще один турнир завершен. Завершена серия. Очень много ярких партий. Кто-то сыграл отлично, кто-то менее удачно. Но главное, что зрители получили удовольствие, наблюдая за этой борьбой. Шахматистки, наверное, получили не меньшее удовольствие, сыграв в турнире, что в наши дни является достаточно проблематичным. Мы идем вперед. Впереди нас ждет Кубок Мира в Сочи, из которого будут разыграны еще три путевки. Турнир претенденток 22. А затем в конце года должна состояться Большая Швейцарка, где как у мужчин, так и у женщин будет разыграна еще одна заветная путевка. А всего, напомню, в турнире претенденток и претендентов играет восемь сильнейших шахматистов и шахматисток. Поэтому попасть в это заветное число топ-8 очень-очень непросто. И пройдя сквозь сито отбора, туда отбираются только самые-самые. Ну что же, будем продолжать следить за этим циклом розыгрыша звания чемпиона мира и чемпионки мира. Ну и бороться. Бороться за это звание. С вами была Александра Костенюк. До скорой встречи. Не болейте, играйте в шахматы.